На протяжении трёх дней город над Бугом принимал традиционные международные старты. В Брест, чтобы сразиться за главные награды турнира «Прометей», приехали белорусские и российские команды. Напряжение на игровой площадке не прекращалось ни на минуту. На счету каждое очко, каждая техничная передача. Борьба развернулась между командами, между тремя командами. Они сегодня оспаривают, хозяева оспаривают места в этой призовой тройке. Брест борется с электросталью, с российской командой за первое-второе место. Но в случае поражения нашей команды мы очутимся только на третьем месте. Так как вчерашний день принёс боевую ничью с столичной командой из Минска. Турнир «Прометей» проводится в областном центре с 2014 года. Его первыми победителями стали хоккеисты столичного клуба. В 2015-м удача улыбнулась нашей брестской команде «Строитель». Кто же станет главным призёром соревнований 2016, не было известно до последних секунд. Но не только награды, определяющие цель для участников. Многое даёт опыт игры с разными командами. Турнир, конечно, он нужен. У нас турниров сейчас мало проходит. Поэтому он очень нужен в плане подготовки к чемпионату Белоруссии. Так как у нас сейчас чемпионат Белоруссии начнётся осень-весна, то этот турнир необходим. Вот буквально после этого турнира мы выезжаем завтра в Минск, где будет опять же международный турнир, второй тур Кубка Содружества. Победа в этом году досталась российскому клубу «Динамо Электросталь». Однако традиционные международные старты на этом не заканчиваются. Каждая из команд продолжит готовиться к своим республиканским и федеральным соревнованиям, чтобы уже в следующем году, набравшись нового опыта и знаний, приехать и вновь покорять Брестское поле.